здравствуйте вы снова на канале енот по стригун мы снова говорим с вами об инструменте для парикмахеров и сегодня мы поговорим о триммерах триммеры фирмы эндис внешне довольно таки похожие похожие по характеристикам но тем не менее имеющие ряд отличий сегодня у нас две модели это эндис slimline proli d8 и эндис slimline ion btf3 d8 позиционируется как триммер для профессиональной работы btf3 позиционируется как триммер для использования в быту если посмотреть на них внешне то машинки довольно таки похожи и у той и у другой имеется t-образный нож конфигурация ножей в общем-то похоже сами машинки в руке тоже лежат сходным образом отличие довольно таки несущественный на первый взгляд но давайте поговорим об этом подробнее и так во первых комплектация btf3 который у нас для дома комплектуется такой вот защитной крышечкой которая ну есть и есть смысл ее загадочен но пусть будет у d8 такой защитной крышки нет за другой стороны парикмахеру она особо-то и не нужна как правило триммер ждет свои работы лежа в тележке и никуда не дергается дальше подставка подставка у d8 сделано с разъемом от питания то есть блок питания втыкается в подставку либо напрямую в машинку да и осуществляется зарядка у btf3 зарядка втыкается только машинку в подставке никаких разъемов нет то есть просто мы втыкаем зарядку в машинку и ставим машинку на подставку здесь у нас будет торчать провод то есть функция подставки исключительно держать триммер ну чтобы он никуда там по столу не укатывался было всегда ясно где он находится здесь повторюсь можно втыкать шнур в подставку при этом зарядка получается гораздо удобнее мало того что у нас постоянно на одном и том же месте машинка стоит она пока стоит еще и заряжается это очень удобная функция при работе что воткнул он заряжается ты работаешь дальше машинка дальше в комплекте находится у нас конечно же насадки при этом у профессиональной d8 у нас всего четыре насадки полтора миллиметра 369 миллиметров у машинке которая предназначена для дома эндис btf3 насадок целых 6 это насадки 6 9 13 миллиметров и насадки загадочными для парикмахера названием три дня пять дней семь дней понятно что это сколько-то миллиметров но вот сколько это миллиметров непонятно ну да бог здесь набор насадок вроде бы погать побогаче но с другой стороны мастеру в работе они в общем-то не нужны мастер основные работы которые выполняют триммером с узким ножом это какие-то мелкие детали плюс возможно hair tattoo то есть не предполагается работ такой машинкой таким триммером по снятию там массы еще что-то поэтому насадки они в принципе не особо-то и нужны и так насчет снятия массы мощность а мощность обеих этих машинок около двух с половиной ватт это довольно мало да у того же а ул детейлер широкого проводного триммера мощность 5 ватт у мозер хромини или мозер ли про мини триммеров мощность порядка пяти ватт здесь вдвое меньше то есть этот пример хорош для каких-то мелких работ что-то там подровнять мелкие детали поправить штрихи сделать татушки еще раз повторимся там линии какие-то вывести но для снятия массы он не пригоден снятия массы насколько это может относиться к примеру хорошо дальше скорость вращения порядка 6000 оборотов заявлено для d8 для btf3 никак в общем-то в документации и на упаковке не указывается поэтому доподлинно сказать какая там частота вращения двигателя я не могу но как правило у всех машинок роторных аккумуляторных где-то так и находится в районе пяти шести тысяч давайте включим btf включили выключили d8 но по звуку мне лично больше импонирует профессиональный d8 я даже не могу сказать что здесь звук какой-то плохой он просто какой-то же ижащий назойливый здесь тональность гораздо ниже у звука она меньше раздражает но говорить о том что эта машинка более профессионально потому что у нее звук круче ну нет это конечно же бред просто одна из особенностей дальше в чем же все-таки основное отличие этих машинок это не аккумулятор аккумуляторы там и там литий-ионный зарядом на два часа то есть в этом смысле паритет это не двигатель двигатели там и там два с половиной вата основное отличие профессиональных машинок от домашних это конечно же нож при первом взгляде ножи очень похожи но тем не менее видно что этот нож покороче этот нож подлиннее кроме того посадочные места у них не совпадают то есть у них винты на разной ширине находится есть нельзя эти ножи местами поменять ножи не быстросъемные то есть его нельзя отщелкнуть крепятся на винтах этот нож никак не регулируется давайте его снимем посмотрим конструкцию и так здесь конструкция не предполагает регулировки длинный среза то есть нельзя сдвинуть дальше или ближе верхний нож вот как он у нас здесь установлен за счет вот этого пластиковой направляющей так он и будет ходить не вперед назад он не сдвинется если же снять нож уд 8 то здесь мы увидим более хитрую конструкцию здесь мы увидим два дополнительных винта при ослаблении которых сейчас я этого не буду делать можно выдвинуть верхний нож подвижный либо дальше либо ближе за счет этого будет регулироваться длина среза я не советую никому сразу же после покупки экспериментировать с длиной среза пожалуйста сначала поработайте две недели лучше месяц с этой машинкой не меняя ничего в ней не изменяя длину среза поработайте так как она вышла с завода почему сейчас очень популярно такое понятие как zero gaping да нулевая длина среза все это конечно круто когда у нас машинка наш триммер нажали прислонили и он сбривает у нас как бритва подчистую но при этом чуть только сильнее мы надавливаем на кожу клиента и моментально получаем порез пожалуйста не гонитесь за нулевым срезом раньше времени сначала привыкните к машинке этот триммер эндис и так имеет очень близкий срез очень близкий и поэтому с заводскими настройками он бреет очень чисто и так мы с вами рассмотрели сегодня два триммера эндис слимлайн пролит d8 и эндис слимлайн ион btf3 машинки очень похожие основное отличие это ножи здесь нож можно отрегулировать на нулевую длину среза здесь отрегулировать невозможно не надо торопиться с регулировкой поработайте сначала так машинки не предназначены для снятия большой массы они предназначены скорее для мелких работ каких-то уже конечных работ и поэтому данный триммер как правило берется в пару к более серьезной машинке допустим эндис супер лайнер rt1 широким ножом мощным который может сразу там какие-то крупные линии делать либо wall detailer который тоже имеет широкий нож профессиональная машинка имеет удобную подставку домашние такой подставки не имеет но там на самом деле дома это и не нужно в принципе зарядили один раз и пользуемся несколько месяцев для подравнивания бороды усов висков чего-то там еще не важно данные машинки довольно четко позиционируются производителем для дома для работы я бы пожалуй согласился с этим делением данная машинка прекрасно подойдет для дома в ней уже все готово нож настроен делать то есть ничего не надо имеется богатый набор насадок для работы все таки хочется иметь возможность настраивать не злоупотреблять этой возможностью ну и иметь удобную подставку которая немножко облегчит нам работу на этом пожалуй все очень рекомендую данный триммер для работы в салоне очень хорошая вещь фактически у него в сша нет альтернативы даже если люди фанаты wall они все равно покупают триммер эндис d8 итак на сегодня все будут вопросы задавайте их в комментариях под видео на нашем канале енот по стригун захотите пообщаться поплотнее милости прошу вконтакте наша группа енот по стригун плюс там всегда либо я либо кто то еще из работников магазина отвечает от имени участника вконтакте енот по стригун опять же добавляйтесь в друзья добавляйтесь в нашу группу читайте наши новости ну и не забывайте заходить на наш сайт енот по стригун смотреть подробные характеристики и текущие цены на предлагаемой машинке на этом все пока пока а